Если ещё не подписан, то подпишитесь. Смотрите, сколько надул снегу. Три тонны просто. Но вот эта крыша задувала-задувала, надула три тонны снегу. Во! А у нас на обзоре сегодня пиво Корона Экстра. А вы чё думали? Это пиво досталось мне по скидке за 80 рублей, а за полную цену в 120 или в 140 я бы его никогда не купил, да? Оно типа мексиканское, как бы, да, из Мексики написано производитель Мексика. Но внутри, да, не внутри, а саны бнев фасует, да? Написано всё по-русски. Пиво мексиканское написано всё по-русски, да? Саны бнев, да? И главное, нигде нет вот этой белой штуки, да, что оно ввозилось, да? То есть они ввозили вот цистерны, да, и потом сам бнев фасовал, да? Вот, смотрите. Если вы что-то видите, то смотрите, видите, да? Короче, в отличие от обычного пива, тут рисовая крупа, да? Рисовая крупа. Вроде как. Сейчас я погляжу. Кукуруза, рис и аскорбиновая кислота в отличие от обычного пива. Вот. Вот что, отличается оно от обычного пива. Не знаю, почему называется экстра. Раньше я помню, как это было экстра, она... И она дофига стоила, да? По-моему, она была крепкой. Была корона экстра, и она была крепкая. А теперь, видите, 4,5 оборота. Это грустненько. Тащим-то вот Мексику, Мексику, ФГексику. А вот этой наклейки, которая должна быть, как импортной продукции, нету. Нету вообще, да? Вот. Халтур какая-то. Хотя, штрих-код начинается на 7. Может, действительно, какая-то Мексику. Мексику. Мексику из местного подвала, короче. Надо, короче, скрывать. Сейчас я вскрою и поглядим. Ужасная открывашка. Ужасная. Вот разве можно такой открывашкой пользоваться, да? Ну, халявный и в Африке халявная открывашка. Видали, как пузыри пошли? Вообще офигительно. А запах-то какой? Но не буду спойлерить. Давайте сначала налевывать. Цвет, конечно, желтой с санины. Этой бутылке было понятно. Скорее похоже на шампанское, кстати, по цвету. Не на пиво, а на шампанское. Короче, запах вот тут уже полный дом. Полный дом запаху, да, прям. Ни одно крепкое так не пахнет какой-то хрень. Уж оно дико газированное, да? Смотрите, какой цвет. Цвет тёмного шампанского. Газированного очень. Вот, давайте заняхнём. Ничего не понимаю, но вблизи пахнет обычным пивом. Вблизи. А аромат надолго распространяется, далеко очень. Я такого с российским пивом не встречал. Может, что-то там экстра есть. Давайте уж хряпнем, не будем тянуть. Чем пахнет сначала, ещё разу. Не поделим пролил. Короче, пахнет обычным пивом. Вот так-то так. Вот вообще пахнет, но обычным пивом пахнет. Кстати, вот стакан, он зависает теперь, видите? Вот эта светомузыка, она зависает теперь постоянно. Видите, красный включён, там светодиод. И он завис. Красный и жёлтый. Не, вот отвис, видишь? Но всё равно зависают они. Они теперь зависают почему-то, да? Я налил холодную вещь какую-то. Там что-то сломалось, и она теперь зависает постоянно. Может, в таком положении, в каком-то позиции оставаться 10 минут. Жёлтый, красный светится, да, и 10 минут это остаётся в этом положении. В общем, стакан решил, что пора ему сломаться с какого-то хрена. Давайте не тянуть. Короче, хряпаем, да. Чем именно по запаху, я ничего не понимаю, чем именно пахнет вообще. Я такого не знаю, просто пью. А на вкус лютая горечь и невкусно нифига. Вот нифига невкусно вообще. Короче, по запаху четвёрка, по цене двойка, и по вкусу минус один, короче. Короче, пива как-то вообще никак. Давайте ещё раз, а то я не понял, очень серая, да? Давайте ещё раз, на всякий случай, может, я что-то не понял. Запах пока сильный, давайте замикнём. Обычные. давайте на вкус. Вкус ничем не примечательный горечь. Мне не нравится и оценка этому пиву минус один из пяти. Пуша худше, хуже и дороже я ничего не пил. Вот хуже ничего не пил, да? Пуша самая дешёвая жигулёвская какой-нибудь, да, вот за 25 рублей будет примерно такой же по вкусу, как Корона Экстра, да? Но она стоит 25 рублей, её даже алкаши не пьют. Вот. Самая-самая дешёвая. И она будет ещё в алюминиевую банке, и она будет не из Мексика, да? Ну, тогда я понимаю, в общем-то, почему мексиканцы бегут в Америку, да? Потому что такую дрянь пить, они, конечно, в Америку бегут. Потому что если им такой дрянь наревают, они в Америку просто за пивом бегут. И вот, короче. Всё понятно с мексиканцами, а вы, господа, тушите свет.